Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Повторяю, великая актриса Инна Чурикова, которая хорошо известна всем нам, более пожилому поколению, более молодому поколению, по замечательным фильмам, по замечательным спектаклям. Но сегодня мы постараемся рассказать о том, о чем, может быть, знают далеко не все. А на связи с нашей студией из Лондона Юрий Голигорский, наш коллега-журналист. Юрий, здравствуйте, добрый день. Точнее, он не добрый. Он далеко не добрый, Александр. Ну, здравствуйте. И я очень признателен вам за то, что вы подчеркнули слово «великая актриса». Великая. Ну, по-другому не скажешь. Я тоже вырос на ее фильмах, фильмах с ее участием. Фильм «Начало», я считаю, один из потрясающих. Ну, а потом более поздние фильмы такие, так сказать, уже с юмором. Ширли, Мырли знают, наверное, все наши зрители. Но мало кто знает, что «Великая актриса Инна Чурикова» была блестящей театральной актрисой. В театре, к сожалению, увидеть ее могли далеко не все. Она выступала в Москве, но были гастроли. Но бывала она и в Лондоне. И вы были хорошо знакомы и с ней, и с ее супругом, и с ее сыном. Расскажите, пожалуйста, как вы с ней познакомились и как «Великая актриса» играла «Великую королеву»? В Лондоне живет сын Инна Михайловна Иглеба Анатольевича Иван. Иван гораздо моложе меня, но мы на какой-то вечеринке познакомились с ним очень давно. Но это было миллионы лет назад. И разговор начал крутиться вокруг фильма «Начало». И там звучит, если вы помните, музыка, как много девушек хороших, как много ласковых имен, но и исполняет на итальянском языке. И я сказал Ивану, я безумно хочу достать эту запись, потому что никто не знает, что это за музыка. Иван тут же позвонил отцу. Отец сказал, вот я приеду в Лондон, мы будем говорить. На эту тему приехал Глеб Анатольевич Инна Михайловна. Мы познакомились. И Глеб Анатольевич мне по секрету сказал, Ирк, я тоже не знаю, что это за музыка. Поскольку на съемках я проходил и услышал, как звукооператор крутил эту песню. Я сказал, ой, мне очень нравится, я хочу использовать ее в фильме. И он использовал эту песню на итальянском языке. Позже мы нашли эту песню на итальянском языке. И кто ее исполнитель, и как ее обработали. Но так завязался наш разговор, завязалась наша дружба. И мне посчастливилось поработать с Инна Михайловна, с Глебом Анатольевичем. Но не только поработать, а мы стали по-настоящему большими друзьями, дружили с семьями. Часто бывали друг у друга. Не так часто, как хотелось бы, но очень часто. Последний раз мы с семьями были вместе в Лакана, на фестивале, где Глеб Анатольевич и Инна Михайловна представляли свой фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича». Это по роману Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича». И Глеб Анатольевич попросил, чтобы мы были рядом, потому что это было очень знаменательное для них событие. И мы с супругой поехали. Я переводил их пресс-конференции на английский, супруга переводила на итальянский. И вот так мы провели вместе замечательно последний раз, когда мы виделись с семьями. Это было в Лакарно. Юрий, ну, у вас за спиной Инна Чурикова в роли британской королевы. Что это за роль? Это роль театральная, я подчеркиваю, это роль не киношная, поэтому еще раз пробую видеть, к сожалению, ее могли далеко не все в этой роли. Что это за роль и как она к ней пришла? Все началось в 2015 году. Как всегда, когда Инна Михайловна и Глеб Анатольевич приезжали в Лондон, мы, естественно, ходили на все спектакли, на какие мы могли попасть. Мы попали на спектакль «Аудиенция» современного классика британской драматургии Питера Моргана. Инна Михайловна увидела этот спектакль, влюбилась в него. Мы вышли из театра, он сказал, Юрочка, я хочу играть в этом спектакле. И для меня пожелание Инны Михайловны всегда было законно. Вы сейчас видите на экране Питера Моргана и Глеб Анатольевич, естественно, с Инной Михайловной. Это мы отмечаем 75-летие Инны Михайловны в Лондоне. И я сказал, знаете, Инна Михайловна, я попытаюсь, я пришел к Питеру Моргану и к продюсеру и сказал, я хочу получить права на русскую версию пьесы «Аудиенция». Я буду переводить, Глеб Анатольевич будет ставить, Инна Михайловна будет играть, а Иван Панфилов будет продюсировать. Ну, они так посмотрели на меня, и продюсер, и Питер Морган. Ну, что это, Россия при чем, как? Нет, ну, и тут Иван говорит, знаешь что, Питер, давай слетаем в Москву, ты посидишь на спектакле, посмотришь, как играет Инна Михайловна. Тебе понравится? Тогда мы продолжим разговор. Мы пришли в Ленком на спектакль «Аквитанская львица», я сел за Питером, тихонечко решил ему переводить, но все было ясно еще до того, как Инна Михайловна появилась на сцене, и несмотря на то, что Питер мне сказал, будет плохо, я ухожу, все, не попрощавшись, забудем об этом. А только поднялся занавес, Инна Михайловна вышла на сцену, еще не произнесла ни единой реплики, зал взорвался овацией. Для Питера это была легкой неожиданностью. Ну, тут она начала играть, через три минуты он повернулся ко мне, говорит, Юр, все, не переводи, достаточно, мне все понятно, ты выиграл, ты меня убедил, права получаешь ты и Иван, садись, переводи, ставим этот спектакль в Москве. И так закрутилось, завертелось. В 2017 году аудиенция вышла с большим успехом в Театре нации. Юрий, простите, если можно, буквально два слова о самом спектакле, о чем она, аудиенция? Вы знаете, спектакль это о встречах королевы Великобритании Елизаветы II с ее премьер-министрами. Это о еженедельной аудиенции, которую королева давала своим премьер-министрам. От Минстона Черчилля до Дэвида Камерона каждую неделю она встречалась со своими премьер-министрами и обсуждали дела государственной важности. Никто не знает, что происходило за дверьми этих бесед. Протоколов нет, никто никогда об этом не рассказывал. Это все плод воображения Питера Моргана. Кстати, надо заметить, что Питер Морган – это тот самый Питер Морган, который является автором идей, автором сценария сериала «Корона», последний сезон которого вышел буквально недавно. И вы, кстати, являетесь там консультантом, в частности. Ну и для тех, кто не видел сериал «Корона», я очень рекомендую посмотреть. А для тех, кто не видел последнюю серию, я тоже очень рекомендую. Там есть очень много интересного, связанного с визитом королевы Великобритании в Россию, с убийством царской семьи. То есть вот эта история Питер Морган давно и плотно занимается историей британской короны, а точнее историей королевы, великой королевы. Я только поправлю вас, Александр. Это пятый сезон, шестой только снимается сейчас. А он снимается? Вы мне когда-то говорили, что собираются на этом пятом сезоне завершить. Каждый раз, когда завершается сезон, Питер говорит мне, все, все. Проходит месяц. Но вы понимаете, творческие личности, они эмоциональные всегда. Да, все творческие личности эмоциональные. Юрий, ну киньте скуп, то есть этот сезон будет до последних дней жизни королевы? Не могу рассказывать, не могу ничего сказать. Хорошо, давайте вернемся к Инне Чуриковой. Да. И я перевел эту пьесу, ее поставили. Пьеса шла с большим успехом. Инна Михайловна и Глеб Анатольевич стали большими друзьями Питера Моргана. Вот вы показали фотографию, когда отмечался день рождения, юбилей Инны Михайловны. Питер пришел со своей подругой Джиллиан Андерсон, мы замечательно провели время, и отмечалось это так, показом фильма «Начало». Собралась большая, хорошая компания, теплая, мы собрались в маленьком кинотеатре, и шел показ фильма «Начало». Это был первый раз, когда Питер Морган увидел этот фильм. После фильма он встал и сказал, вот так выглядит суперзвезда. Фильм о Жанне Д'Арк. Точнее, о съемках фильма о Жанне Д'Арк. О съемках фильма о Жанне Д'Арк. Да, этот фильм. Жанна Д'Арк там совсем не главное. Да, вот здесь мы с Инной Михайловной, с моей супругой, это все же на этом дне рождения отмечаем в Лондоне. Были прекрасные мероприятия, прекрасные торжества. Это Инна Михайловна в костюме королевы Елизаветы II. Это съемка перед генеральной репетицией. Она просто села, это, кстати, по-моему, фотография, которая не попала в программку, она просто села на стол чуть-чуть отдохнуть, потому что съемка была очень тяжелой, и кто-то схватил ее на свой фотоаппарат. Ну и послушайте, осанка такая, просто вот королева может позавидовать. То есть она отдыхает, то есть она не в кадре, да? Она не в кадре, нет. Она не в кадре, она не во время съемки, она просто отдыхает. Присела отдохнуть. Но из образа не вышло. Не вышло, нет. Это была Инна Михайловна. Она для меня была абсолютно целостным персонажем, неземным, абсолютно неземным. Она была абсолютно одинаковой и в жизни, и на экране, и в театре. Она была добрым, наивным, отзывчивым и необычайно ранимым человеком. Я не знаю, любил ли я ее больше на сцене, на экране или в жизни. Опять же говорю, мне посчастлилось очень много общаться и с ней, и с Глебом Анатольевичем. И каждая эта встреча, это, конечно же, подарок судьбы. Это подарок судьбы. Ну и, конечно же, домашнее общение. На дне рождения у Глеба Анатольевича была компания, и пришла Лия Хеджакова, закадычная подруга Инны Михайловны. И, конечно, это был домашний концерт, когда мы их уже умоляли чуть-чуть передохнуть, остановиться, потому что мы катались по полу. Это трудно себе представить, этот парный конферанс, и что эти две гениальные актрисы, гениальные актрисы могли сделать во время домашнего выступления. Надрывались животы, абсолютно. Инна Михайловна величайшая комедийная актриса. Была комедийной актрисой. Она не любила свою роль в Ширли Мырли. И вот одна из... Да что вы? У меня мало заслуг в жизни, поверьте мне. Одна из моих заслуг. Я ее убедил в том, что я сказал Инна Михайловна. Вы не правы. Но вы не правы. Это, пожалуй, единственный раз, когда мы в чем-то не соглашались друг с другом. Я просто не могу себе представить фильм без нее. На ней же все там держится. Держится. Простите меня, дуру грешную. Дуру грешную. Она не любила и не смотрела этот фильм. И я ее уговорил пересмотреть его еще раз. И в конечном счете она пошла мне на уступки. Она посмотрела и сказала, ну ничего, Ирочка. Я не там ничего. Вы, пожалуй, правы. Я говорю, нет, я не принимаю это ничего. Не принимаю. Вы там гениальны, Инна Михайловна. Вы там гениальны. Это действительно гениальнейший образ. Гениальнейший образ. Юрий, совсем недавно мы с вами говорили об уходе великой королевы, как вы ее называли, королева Елизавета, отошла в другой мир. И вот сегодня мы говорим с огромным сожалению об уходе еще одной королевы. Королевы сцены. Королевы Инны Чуриковой, которая блестяще, талантливо, гениально сыграла другую великую королеву. Покойтесь с миром, королева Инна Чурикова. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Голигорский, журналист Лондон. Наша программа подошла к концу. Светлая память об Инне Чуриковой останется в наших сердцах. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.